Генеральная ассамблея заслушает сейчас заявление его превосходительства Джона Ки, премьер-министра Новой Зеландии. Я прошу службу протокола проводить его превосходительство. Приветствую. Приветствую премьер-министра Новой Зеландии и его превосходительству господин Джона Ки. Представляем слово для выступления перед ассамблеей. Пожалуйста. Господин председатель, 70-е годовщина образования Организации Объединенных Наций – это хороший повод для того, чтобы поразмышлять о деятельности Организации. Для большинства из нас Организация Объединенных Наций была одним из важнейших элементов международной жизни на протяжении всей нашей собственной жизни. Она была в центре событий и формировала эти события в период после Второй мировой войны. Мы хорошо знаем о том, что она несовершенна. Много можно говорить о недостатках ООН. Их много, и некоторые из них носят серьезный характер. Но есть нечто такое, что может сделать эта Организация, и не может сделать никто другой. И это остается главной причиной обращения к государству ООН, когда возникают проблемы. Именно поэтому Новой Зеландии так стремилось избраться в Совет Бедопасности. Мы исходим из того, что Совет является главным органом, отвечающим за поддержание международного мира и бедопасности. Новой Зеландия – это небольшая страна, находится на юге земного шара. Несмотря на то, что она находится далеко от многих горячих точек мира, мы, тем не менее, не обладаем иммунитетом от их последствий. Примерно в это время, в прошлом году, я тогда доказывал, что Новой Зеландия должна стать членом СБООН. Я хочу поблагодарить государственных учреждений за то, что они оказали на такое доверие, и последние 9 месяцев мы старались доверие оправдать. Я хочу заметить, что на этой неделе мы много обсуждали вопросов в ООН. И, в частности, вопрос о том, почему ООН и, в частности, СБООН не справляются со своими задачами. Конфликты и страна людей в Сирии, в Йемене, в Южном Судане и во многих-многих других странах показывают нам, насколько далеко мы отстоим от реализации чаяния наших отцов-оснований и сегодняшних членов. То же самое касается отсутствия прогресса в достижении мира на Ближнем Востоке. С тех пор, как мы заседаем Советы Безопасности, мы обнаружили это, причем тоже часто, как вы нас об этом предупреждали. Мы знаем, что повестка дня перегружена, и носит спорный характер, а обеспечить какую-либо динамику достаточно трудно. И, когда Советы Безопасности работают вместе, они могут, скажем, договориться о ядерной программе Ирана. Иран – это, пожалуй, редкое исключение, хотя обсуждали ее. В Вене, но только Советы имеют полномочия по осуществлению этой договоренности. Новая Зеландия гордится тем, что во время нашего председательства в Совете была достигнута такая договоренность. Теперь такую договоренность необходимо реализовать, и она должна стать примером для других. И, собственно, именно поэтому такое важное соглашение должно стать основой для достижения более далеко идущих договоренностей, а именно перезагрузки отношений и создания условий для урегулирования других региональных конфликтов. Нигде такая перезагрузка не нужна так остро, как в случае с Сирией. И Сирию разрывают внутренние противоречия и руководитель, который готов вести войну со своим собственным народом, цепляясь за власть. Внешние акторы, как из региона, так и из-за его пределов, пытаются склонить баланс в сторону своих интересов. А страна погрузилась в беззаконие, и страшный ИГИЛ сеет смерть и террор в регионе из-за его пределами. Искаженная идеология и беспрецедентное использование ИГИЛом в социальных сетях для того, чтобы распространять свои извращенные идеи, это угроза для всех нас даже для такой далекой страны, как Новая Зеландия. И именно по этой причине Новая Зеландия поддержала международную коалицию против ИГИЛа. Мы делаем все возможное для того, чтобы помочь жертвам сирийского конфликта, и для того, чтобы бороться с таким злом, которое воплощает ИГИЛ. Вооруженные силы Новой Зеландии оказывают правительству Ирака. Обучать его солдат это, чтобы защищать свой народ. И реагируя на гуманитарный кризис, мы оказываем помощь в финансировании программ в Ардении, Ливане и Турции для того, чтобы помочь их усилиям, направленные на оказание поддержки тысячам беженцев и перемещенных в лес. Как и многие другие страны, мы осуществляем чеченную программу по переселению сирийских беженцев. Но, к сожалению, это не решает ключевую проблему в Сирии. Все члены Совета несут ответственность за прекращение трагедии в Сирии и за ее пределами. И последствия бездействия носят не теоретический характер, а жертвы людские, они реальны. Трехлетний ребенок, погибший, который вынесла волной на Турецкое побережье, сотни тысяч погибших и миллионы, которые должны были все бросить и спасаться бегством. Нельзя игнорировать переполненные дорожные станции в Европе, реальность беженцев, которые влачат жалкое существование в лагерях и в самодельных бидонвилях в Турции, Ордании и Ливане. Более 160 лидеров приехали в Нью-Йорк на этой неделе для того, чтобы отпраздновать годовщину создания ООН в ее семидесятилетии. И тем не менее это происходит на фоне самого страшного кризиса беженцев субтитровой войны. Все мы видим страшные картины, которые показывают по телевидению каждый день, и в то же время мы видим последствия бездеятельности Совета по 24 года. Господин председатель, Совет безопасности должен начать действовать. Он должен наконец перестать говорить о том, что правильно, а делать то, что правильно. Настало время, чтобы Совет выполнял ту задачу, ради которой он был создан. Настало время, чтобы его члены отказались от своих кровных интересов исторических альянсов и остановили насилие и страдания. Настало время, чтобы Совет выполнил свой долг перед теми, кто потерял своих близких или же потерял собственную жизнь во имя интересов, кто стал беженцем. Мы не можем допустить, чтобы Совет превратился в организации с недостатками в организацию, которая недоиспособна к константным председателям. Должно быть политическое решение конфликтов в Сирии, и это решение должно быть найдено в самое ближайшее время. Оно должно помочь решить все вопросы, и должно включаться все соответствующие стороны, как самого региона, так и за его пределами. Вопрос не поставлен так АСАД или ИГИЛ. Нужно решать проблему и того, и другого. Приемлемое политическое решение не будет совершенным. И тем не менее, это классический случай, когда лучший является врагом хорошего, и до этого потребуется международное сотрудничество и компромисс со всех сторон. Мы смотрим, председатель Совету, также необходимо добиться прогресса в ближневосточном процессе. Со временем нашего избрания в Совет в Новой Зеландии доводил до сведения всех, что нынешний СССР совершенно необоснованно. И он ставит под угрозу достижение принципа двух государств, которые наши лучшие надежды на прочный мир. Это вопрос, который не терпит отлагаться. Это еще один важнейший вопрос, где Совет должен сыграть ведущую роль. Нам сообщают о том, что не созрели условия на местах, что стороны не готовы. Но мы не должны делать так, чтобы условия на местах диктовали наши действия. А вот наши действия должны способствовать прогрессу в поиске решений. И господин Басидасов, мы баллотировали с Браньевым Советом, потому что мы исходим, что малость стран могут внести позитивный вклад. И наш голос зачастую просто не бывает услышан. И именно по этой причине мы провели открытую дискуссию по вопросам мира и безопасности для малых стран, называющих государствами, в нашем предоставлении в июле. Нам отрадом было отметить высокий уровень участия, в том числе и со стороны государств, членов Совета и вообще со стороны членов организации. И очень хорошо то, что мы заставили присутствие голосу малых государств. Отчасти проблемы относятся к структурным характерам. Пять постоянных членов Совета опасности имеют право вверх. И это приводит к чрезвычайному дисбалансу полномочий. И этот дисбаланс усугубляется еще практикой ведения предварительных переговоров до избрания действительных стран, что мы с этим не согласны. И опыт этого показывает нам, что Зеландия совершенно правильно выступила против правого ВЕТО, когда велись переговоры по уставу ООН. Мы по-прежнему считаем, что ВЕТО ограничивает эффективность Совета и реализации членов ООН. По этой причине Новая Зеландия поддерживает то предложение, которое было высказано группой АЦТ под Украинством Франции и Мексики по ограничению применения права ВЕТО в случае совершения массовых нарушений прав человека. И это прогресс, он пользуется поддержкой, но отчасти поведение носит чистоповеденческий характер. Постоянные члены привыкли использовать свою власть и привыкли к элегантному положению. Они формируют повестки дня, они определяют процессы. Несмотря на это, мы делаем все, что мы можем для того, чтобы сделать так, чтобы избранные члены располагали информацией и возможностей для того, чтобы вносить эффективный вклад в принятие решений. Мы хотели бы внести вклад в работу Совета, который действительно занимался поиском практических решений и политических проблем, а не сохранением статус-кво. Мы прекрасно понимаем, что конфликты, которые рассматривает Совет в свои повестки дня, носят сложный характер, решить их не просто. Но мы питаем реалистичные надежды в отношении того, что можно сделать. Новая Зеландия считает, что орган, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности, обязан заниматься поиском решений наиболее острых глобальных кризисов. Господин Пенселя, только Организация Минутных Наций и Система ее учреждений располагают возможность привлечь внимание всего мира к широкому кругу проблем. И, в частности, это стало ясно на прошлой неделе, когда мы принимали цель устойчивого развития. Мы искренне надеемся на то, что то же самое произойдет в Париже в декабре этого года, когда будут приняты конструктивные договоренности по климатическим изменениям. Господин Пенселя, здоровый и надвородный океан – это важнейший историю устойчивого будущего. Я с удовольствием отмечаю то, что уже было сделано на счете этого. Мы создаем такой заповедник морской на островах Кермадек. Это, собственно, 620 тысяч квадратных километров акватории. Девственные природы. И там будут находиться освещенные районы. И, собственно, это в два раза больше, чем наши территории. И там мы намерены ответственно подходить к использованию Пирового океана. Призываем наших соседей по технику океана позвольте наличным образом. Мы обещали выделить миллиард долларов на помощь Тихому океану, в том числе для проведения таких приемов, как ответственное рыболовство. И мы в свою очередь получили свою помощь на нашем регионе, поскольку мы хотим улучшить реальную жизнь тех людей, которые проживают там, создать там новые возможности. Многие правительства разных стран делают примерно то же самое. Мы гордимся тем, что делаем сами. Господин председатель, сейчас, когда я готовился ехать из Нью-Йорка, я делаю это с гордостью, созданием того вклада, который мы внесли в рациональную вспомнику наших океанов. Я горжусь нашим вкладом, в работе Совета Классности. Я горжусь ценностями и принципами, которые живут в основе той страны, которую я возглавляю. Я также огорчен тем, что Совета Классности не может помочь не только народу Сирии, но и массе других народов. И коллективные усилия Совета Классности при поддержке более широкого круга государств-членов могут реально изменить жизнь к лучшему. Думаю, что все те из нас, которые поработали за течение последней недели, знают о том, что с чего-то нужно начинать коллективную работу. Господин председатель, ее надо начинать прямо здесь. Спасибо. Аплодисменты